Самый большой остров в Азовском море. Берючий остров. В жаркий период попасть на остров можно по суше. С приходом осенних и весенних штормов узкий перешейк, соединяющий остров с материковой частью, затапливает водой. Этот курорт относится к заповедной зоне. Нетронутая природа, пустынные чистые пляжи, отсутствие промышленности и цивилизации, удивительная редкая растительность и животный мир. Такое место наилучшим образом подойдет тем, кто любит спокойный, релаксирующий отдых вдалеке от суеты шумных городов, манящих огней и большого скопления людей на пляжах. Протяженность острова составляет около 25 километров. Фактически, это продолжение Федотовой косы. Принадлежит к Херсонской области Украины, но по суше с ней не соединен, а соединен через Запорожскую область косой. Сама коса отделяет Утлюкский лиман от Азовского моря. Необычность этого места в том, что островом он становится временно в силу природных явлений осенне-весеннего паводка и штормовой погоды. Сам остров намывной, из ракушечника и песка. Официальный статус острова территория получила благодаря небольшой протоке, существовавшей до 1929 года, и которая отделяла местность от основной части суши. По одной из легенд, на острове проживали царские скифы. Ранее он назывался Волчий остров. Западная и северо-западная части Берючева имеют многочисленные мелкие лиманы и мелководные бухты с южной стороны. Есть две бухты для небольших судов. Пляжи песчаные, местность равнинная, характерная приморская степь. Летний воздух пропитан морской солью и ароматом степного разнотравья. Вся территория и акватория местности относится к Азово-Севарскому национальному природному парку и охраняется государством. Многие представители флоры и фауны заповедника острова занесены в Красную книгу Украины. Растительность острова богата множеством редких растений и целебных трав. На острове невероятное сочетание дубовых рощ, шелковиц, диких тюльпанов и маслиных деревьев. Здесь обитают многие экзотические животные, среди которых благородные олени, лани, куланы, муфлоны, а также лисы и енотовидные собаки. Из птиц – фазаны, лебеди, белые цапли и дикие утки. Чем привлекателен остров для туристов? Он привлекателен чистотой, немноголюдностью и спокойствием. Вода в бухтах прозрачная и чистая. Пустынные песчаные пляжи, редкая растительность и животные дают ощущение необитаемого острова. Лучший выбор для любителей местной экзотики, так называемая сафари по-украински и уникальных фотосессий. Более одной тысячи оленей и двух тысяч ланей, такое множество диких животных – это обычное дело на Берючем острове. На острове можно порыбачить, когда-то здесь существовали местные рыбные хозяйства. Здесь развиты пасеки и сбор мёда. Егери собирают рога. Парнокопытные животные их оставляют ежегодно весной. Особенностью этой местности есть то, что свободный въезд или вход на остров недоступен. Причин несколько – это закрытая заповедная зона и правительственная дача. В своё время на острове был построен особняк для Никиты Хрущева. В 2003 году на территории Берючева в президентской резиденции, возведённой на острове возле дачи Хрущева, проходила встреча президента Украины Леонида Кучмы с российским президентом Владимиром Путиным. Политики обсуждали взаимное использование и морские границы стран в акватории Азовского моря и Керченского пролива. Также на территории острова возведён современный береговой маяк, который был построен на месте старого деревянного маяка. Инфраструктура развита слабо на территории острова. На кордоне с заповедной зоной есть туристический посёлок возле базы «Золотой берег». На самом побережье построен новый отдельный комплекс, берючий, со всеми удобствами и морскими развлечениями. Следующая информация не является рекламой, а лишь служит для того, чтобы люди были осведомлены. Экзотическая местность диктует цены на проживание. В среднем стоимость посуточного жилья класса люкс VIP колеблется в пределах от 50 до 60 долларов США и выше. Более скромные апартаменты можно найти от 20 долларов США. Многие туристы предпочитают палаточный отдых. Поселиться можно также на самой Федотовой косе. Там инфраструктура предоставлена более доступно по ожиданиям комфорта и финансовым соображениям. Основные развлечения также сосредоточены на Федотовой косе. Аквапарк «Остров Сокрович», «Дельфинарий», «Школа водных видов спорта», «Конный театр». Напоминаю, что данная информация не являлась рекламой. Как попасть на Берючий остров? Проход туристов с Федотовой косы контролируется кордонами «Ворота» и «Перебойно». Со стороны Генеческа стоят кордоны «Бухта» и «Чинка». Чтобы попасть на остров легально, необходимо запросить пропуск в Херсонском управлении лесного хозяйства. Альтернативный вариант – покупка туристической путевки в одной из баз отдыха или заказ экскурсии на Берючий остров. В летнее время это облегчает путешествие в закрытую заповедную зону. Добраться до места можно самостоятельно – автомобилем или железной дорогой. Есть два варианта по железнодорожному пути. Первый – до Генеческа, Херсонская область. Далее – катером до острова 40 минут по времени. Второй вариант – поездом до Мелитополя, Запорожская область. Далее – на такси или автобусом в направлении Кирилловки, а от нее еще 20 километров на такси. Остров привлекает к себе внимание много людей этого уникального природного уголка планеты. И по свидетельствам очевидцев, вполне оправданно – степная красота и экологическая чистота Берючего острова стоит того, чтобы подарить себе незабываемый и полноценный летний отдых на Азовском море. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова